Приветствую вас, Александр. Написали вы довольно много, и, конечно, много есть моментов, на которые вам хочется ответить, да, вот, много моментов, на которые вам хочется сказать. Ну, я думаю, что начать нужно с того, для начала, да, что у вас есть определенное состояние, состояние достаточно депрессивное, вот, и вполне вероятно, что оно у вас уже выработалось, ну, так, отдельно, это оно, как бы, оно обособлено, да, вот, как комплекс, когда человек не просто свое, не просто переживает какое-то состояние, а оно начинает им управлять, вот, ваше состояние вам управляет, потому что вы, как бы, его обособили. И, возможно, здесь вам требуется помощь врача и психотерапия параллельно. Возможно, нет, но исключать такого момента я бы не стал. Значит, очень мощной темой выступают у вас родители, на которых вы обижаетесь, которые дают вам ощущение брошенности, ощущение покинутости, ощущение ненужности, ощущение, незащищенности собственной. Вот, и, соответственно, вы видите, с одной стороны, довольно жесткое авторитарное поведение, доминирующее в какой-то степени. С другой стороны, вы видите жертвенность, вы видите беззащитность, это в контексте вашей мамы, и, вместе с тем, агрессивность. Вот. По факту, у вас очень много агрессии, как мне чувствуется, о которой вы не выразили. Хоть вы и говорите, что вы очень добрый человек, и все, я вам верю, но это все звучит, вот, когда вы говорите про то, что я не такой, я вот должен быть другим, это все звучит как то, что я должен. Я должен быть другим, я хочу быть другим. И одна из ключевых проблем заключается в том, что вы со своим состоянием боретесь. То есть оно, это состояние вам дано, не просто так. Вам это состояние дано для лучшего познавания себя, вам это состояние напоминает о том, кто вы есть. То есть то, что вы чувствуете замкнутость, не связанное с тем, что вы скучный человек, или что вы пустой человек. Состояние замкнутости напоминает вам о том, что есть нерешенные проблемы, которые вы решать отказываетесь, по большому счету. И которые вы отвергаете, например, отвергаете обиду на родителей, например, отвергаете, там, тот факт, допустим, что вы сравниваете себя с другими людьми, как вариант. Отвергаете то, что ориентируетесь, на мой взгляд, сейчас вы больше на других людей, что нежели на себя, и не принимаете себя полностью таким, какой вы есть. Вот. В своём тексте вы писали про справедливость, что вот вы её защищали. Слабых. Справедливость, как ни парадоксально, чувство, хоть и хорошее чувство справедливости, но хорошее чувство справедливости, когда оно не является деструктивным. То есть, условно говоря, указывать своя справедливость и справедливость то, что несправедливость есть. Мне показалось, что как раз таки к справедливости вы относитесь достаточно нетерпимо. Чувство брошенности, которое у вас было, ну вот, когда вы жили у бабушки, у бабушки с дедушкой, чувство брошенности носит персонализированный характер. То есть, бросили вас. Именно я считаю, что вы плохой. Постоянное нарушение личных границ, обесценивание вас, вообще всего, что касается вас, ну, вашего мира внутреннего. Все эти вещи, конечно, дают обезнать. Именно они образуют состояние, ну, вот, то состояние подавленности, которое вы описываете. То есть, когда вы, как бы, единым таким импульсом чувствуете сразу всё. Что вы ничтожество, что вы никто, что все ваши чувства пустышко, что вы не можете реализоваться, что вы не защищенный, что вы слабый, что вы боитесь, что вы внутри вообще ужасный, что вас не примут такой, какой вы есть, ну и прочее. То есть, по факту, это вот ощущение неправильности того, что я думаю и того, что я чувствую. Вот. Это недоверие себе. Вот так вот, глобально это недоверие себе. Я не знаю, как вы относитесь к своим родителям, да, сейчас, но, на мой взгляд, на мой взгляд, собственно говоря, у вас есть обида на них. Вот. Вам хочется, чтобы вас направляли, вам хочется личных границ. То есть, вы, по моим ощущениям, пребываете в состоянии неопределенности очень сильной. Вот. Так вот, знаете, как вот, ну, невесомость, когда не получается самому какие-то, ну, какие-то рамки себе поставить, да, я имею в виду, ну, комфортные такие рамки. И, когда не получается, ну, условно, принять рамки, принять тот или другой человек. То есть, это тоже, вот, происходит с трудом, с стрессом. Отсюда потребность в, ну, в Саше, вот, и отсюда усиление чувства, когда оно уехало. Это всё, ну, не просто, не просто так. Вот. Это вот в целом. То, что я хотел бы сказать. Вам не хватало теплоты, уверен, что теплоты не хватает сейчас. Что такое тепло? Тепло это принятие. То есть, принятие вас. Это безопасность. Когда вы не идёте ничего плохого от, ну, допустим, человека. И это, наверное, ощущение важности для, ну, для других людей. Для, вот, окружающих. И, по факту, вам не хватает. Принятие вам не хватает, ээээ, безопасности. То есть, личных границ. Ну, откуда они могли появиться, эээ, в таких условиях, конечно. И не хватает, эээ, чувства важности. То есть, вы собирая не ощущать важность. Это вытекает из ваших слов про реализованность, да, реализацию. То есть, ну, вам тогда забудет. Вы переживаете, что вы не реализовались. А вот, переживаете, что вы не такой, какой вы есть. То есть, тут, опять же, идёт какая-то идеализация себя, да, требования высокие к себе. Это, привет, папе и маме. Вот. И, в общем-то, не принять себя любым. Любым, абсолютно. То есть, по факту, эээ, вот, именно скучные, именно скучные люди, эээ, именно скучные люди, как, эээ, их, эээ, ну, вот, как их, ээээ, понимают, да, как понимают скучного человека, как понимают скучного человека, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Когда человек не принимает себя полностью, ну вот, целиком и полностью, когда человек себя отказывается принимать, вот, в такие моменты он и становится скучным, в прямом смысле этого слова. В такие моменты он становится скучным, по-настоящему, но не потому что в нём чего-то нет, а потому что человек сам себя отвергает. Что, собственно, вы их и делаете. Повольно примечательно, что вы называете твой вопрос душевное расстройство, но душевное расстройство, это всё-таки больше про психические заболевания. Добрый день, обращаюсь к вам за помощью, так как я запутался в себе, насколько я понимаю, я сильно повязался в своих переживаниях, тревогах, пессимистичности, обидах и депрессивном состоянии. Ну, переживания – это по факту неопределённость, тревоги – это не прислушивание к своим чувствам, не прислушивание к себе, а пессимистичность – это определённые негативные установки. Обида – это то, чего вы ждёте от других людей, не обратно абсолютно, и перекладывание ответственности на других людей, с одной стороны. С другой стороны, обида – это то, что вас задевает, то есть то, что меняет негативную сторону ваше представление о себе, а также это способ манипуляции другими людьми через попытку вызвать у них чувство вины. Депрессивные состояния – ну, опять же, с депрессивными состояниями всё достаточно деликатно, да, поэтому я ещё раз повторю, повторюсь, для профилактики я бы рекомендовал вам обратиться к врачу, чтобы вам продиагностировали вас и чтобы поставили диагноз, в случае чего назначили препараты, чтобы вы могли совершенно спокойно, даже принимая препараты, более успешно заниматься психотерапией. Вот. Дальше. Мне 30 лет. Сколько детства помню, мой отец был очень строгий и нередко меня избивал. Но что такое строгость? Строгость – это подавление своих чувств и завышенные требования к себе. Избитие, избивание – это, соответственно, незащищенность, это, соответственно, наказание и позиционирование идеи. Наказание, как, ну, как некое такое имеющее место, скажем так. То есть, один человек может наказать другого человека, другой человек может быть наказанным за то, что у него есть, ну, как бы, за то, что он вот в чём-то применился. Вот. Избитие наказания здесь является одной из, ну, скажем так, ключевых. Да, то есть, вот вам привели эту историю о том, что человек может быть наказанным. Дальше. До этого алкоголики – я современный умный человек. Ну, я думаю, что в какой-то степени вы равнялись на звоздах, хотели быть как свой отец, да. Ну, понятно, что здесь любовь и нервис, любовь и нервис, любовь и нервис имеет место, вот. Алкоголизм – это потребность в любви. Господи отец, он как бы, ну, отцы не хватали в любви. Вот. Его жена, ваша мама, была человеком достаточно холодным, как я понял, вот. И человеком жертвенным, человеком таким вот любящим манипулировать, ну, как любящим, по факту имеющим единственной, единственной возможностью через манипуляцию, да, чего-то достичь. И это очень хорошее отражение вашего отца как личности, потому что именно таким отец был. Именно так он себя чувствовал. Холодным, нелюбимым, ни к чему, и так далее. Ага. Собственно, это одна из причин его зависимости от алкоголя. То есть по факту вот такая аддикция, аддикция, да, аддиктивное состояние. Вот. Любое аддиктивное состояние, оно происходит из, вот, в какой-то степени расщеплённости, да, то есть расщепление. Собственно, ваш аддикция, например, от мастурбации, в 17 лет, в которой вы пишете, ваш аддикция связана с лёгкими наркотиками, это всё тоже про расщепление. Которое передали, ну, передали вам ваши родители, родители. Вот. Что такое расщепление? Расщепление это конфликт, когда я не могу быть таким, каким хотят меня видеть родители, и не могу быть самим собой. Не могу быть таким, каким хочет меня видеть отец, не могу быть таким, каким хочет меня видеть мать, не могу быть собой, никем быть не могу. Расщепление очень сильное чувство тревоги, потребность в том, чтобы тревогу снять. Используются все, абсолютно все, способы, какие только могут быть. Это весёлость, это анархическое поведение, ну, бутарское, претензионное. Это наркотики, это мастурбация, это секс и так далее. И здесь стоит вам отдать должное, вы не хотели в какой-то откровенной зависимости, в общем-то, ага, вы молодец. Соответственно, вы, вероятно, более зрелая личность, чем ваш отец, вот, допустим, или мат. Дальше. Так. Вот вы пишете. Необыкратно были случаи, когда я получал не по заслугам. Что это? Это обидно. Почему? Потому что получать или не получать, человек может не по заслугам. А просто так. То есть вот у вас присутствует идея наказания, идея наказания за какие-то простуки. Либо не за что. Но наказание сама по себе у как бы определенного круга отношений, в определенной среде является просто тем, с чем является наказанием. Оно не заслужено или заслужено, оно просто есть. То есть некоторые люди считают, что могут наказывать других людей. Хотя, заметьте, им этого права никто не давал. Вот. То есть здесь вот вы и говорите, как раз таки, про такое обособленное восприятие наказания. Получил без заслугам, получил не без заслугам. Была моя вина, там, вот вы пишете, да, по моей вине, когда действительно не выполнял своих обязательств. Вот. То есть это вот так. Моя вина должен получить наказание. Да, вы сейчас, может быть, слушая это, скажете, что нет, я считаю, что наказание быть не должно. Но, да, вот, я вам верю, но я также вижу то, как вы воспринимаете это, да. То есть если бы вы не верили в наказание, то вы бы писали немножко, ну, по-другому. Вот. Как писали, я не стану говорить, но вы писали бы иначе. Дальше. Моя мама практически никогда меня не жалела. На то, что когда отец пригнал столовку, он запрещал ей меня жалеть. Ну, если честно, Александр, я не очень понимаю, зачем бы вашей маме вас жалеть. Да и, собственно, очень здорово было бы, если бы вы, например, сказали бы, рассказали бы о том, как понимаете, жал, что такое жал для вас вообще, потому что жал в числе крайне деструктивное, и почему ваша мама должна вас жалеть, да, не очень понятно. То есть, жал, что-то, по факту, что-то, что такое. Ну, па-па, с стороны, с стороны, с стороны, вывод. Подумайте, да, пока. Как бы, как, как, вот, что такое. Пожалуйста, для вас, напишите. Вот. Поставьте видео на паузу, в этом, в этом моменте напишите, и дальше уже слушайте. Чтобы я, как бы, вашей жизни не перебил. А потом просто сравните с тем, что написано. С одной стороны, жалость – это возвышение. Возвышение человека над другим человеком. Потому что жалость – это жалость. А жалость – это граница между, такие барьеры, стены между людьми. Если я жалею, я выше, выше. Вы всегда увидите, что тот, кто жалеет, выше того, кого жалеет. Вот. Соответственно, вам хочется, хотелось или хочется, что вас жалели, хочется быть ниже. Почему хочется быть ниже? Чтобы вам определили границу, чтобы вам определили рамки. Почему вам хочется, чтобы вам определили рамки? Потому что вы сами себе не доверяете, и сами в рамках, в своих рамках чувствуете себя некомфортно. Вот. Дальше идём. С другой стороны, когда человек себя жалеется – это проявление любви к себе. Такой хаотичный, ну, немного безбашенный, деструктивный, но необходимый. Вот. Так что здесь вот про то, кто кого жалеет – очень важный вопрос. Вы пишете – отец перегибал палку. Это, это оценка. Кто и как определяет, когда, кто и где перегибает палку? У меня вопрос. Так, типа… Ну, если, эээ, отец, например, ударил своего ребёнка один раз – это не перегнул палку. Если два раза – то перегнул. Так получается. Или это зависит от места, куда бьют. Ну, то есть вот. Кто определяет? Да? Дальше. Он запрещал ей меня жалеть. Ну, опять же, запретить никто никому ничем не может. Ваша мама, вероятно, сама позволяла отцу что-то запрещала. Себе. Я ей часто попадал под горячую руку, спросив-то, либо она могла накричать, но меня оскорбляя, бывало, что убила. Лучше всего останет меня, но сейчас все останет меня, я занят, причем делаю обычную, обыденную вещь, в ходе которой я могла разговаривать. Я не уверен, что вы сейчас воспринимаете маму и бабу как людей. Вот. Вот. А бледни, вы видите, у них только родители. Дальше. Также у меня две сестры. Дальше у меня на 4-8 лет. К чему вы это написали, не очень понятно. Вот. То есть. Ну, написать написали, да, что-то, что-то, что-то. Дальше. С 7 до 8 лет я жил в другой стране с бабочкой-дёточкой и старшей сестрой. Помню, меня жестко контролировали, шаг вперед, шаг назад. Ну, вас контролировали и в вашей семье тоже. И, может быть, вам это не нравилось. Хотелось бы давать. Вы чувствовали себя несвободным. Но уже тогда не доверялись тебе. И уже тогда, как я думал, в глубине души считали, что вас НУЖНО контролировать. Вам это было приятно. Где-то вот в глубине души. Знать, что, ну, что бы вы не сделали, как бы вы не поступили, всегда есть опора, на которую можно положиться и которая поможет решить ваши проблемы. Да, вы скучали по родителям, чувствовали себя брошенным. Я этот кусочек пропущу, не буду его вообще засчитывать. Вот, вы чувствовали себя брошенным, чувствовали себя брошенным именно вас. Вот, и, соответственно, вы имеете опыт стыда за свои чувства. Чувства крайне важные, крайне нежные, крайне деликатные, интимные. Вы имеете опыт обесценивания этих чувств, что, конечно же, болезненно для вас. Очень болезненно. Этого обесценивания есть до сих пор, до сих пор. Дальше. В детстве у меня особо веселым не было, родители не позволяли мне быть ребенком. Вот видите, здесь уже идет, в какой-то степени, ну, оценка. 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 Оценка себя, оценка родителей. На мой взгляд. Самый. Вам не могли не позволять быть ребенком. Вы были ребенком. Эта вы не могли вас забыть. Обълетне требования все должны делать и что не долг, не долг. Со одной стороны – это обидно, неприятно. С другой стороны, это даёт ощущение безопасности как раз, вот о чём я говорил, такая двойственность. Я помню, находясь у друзей дома, я так был рад, и мне так казалось, и мне так хотелось такой же семейной теплоты. Про теплоту я сказал, здесь нужно добавить, чтобы сравнивать себя с другими людьми. Дело абсолютно нормальное, если учесть, как вы общались со своими родителями. Вот, сравнивание с другими людьми происходит тогда, когда многие, многие вопросы остаются без ответов, и родители не могут, не могут, не могут на это ответить. Вот, не могут, ну, не могут дать ответ. Поэтому человек начинает искать ответы у других людей. И сравнивая себя с другими людьми, происходит идеализация этих самых людей, их путей, их жизней и обесценивание всего этого у себя. Вот, собственно, чем вы занимаетесь. До четвёртого класса я был очень весёлым в школе. Со мной многие дружили, и я хорошо разбирался в каждом из них. Довольно это, конечно, звучало, что вы хорошо разбирались в каждом из них. Не очень, правда, понятно, что вы имеете в виду, в ком именно. Но, здесь есть утверждение, что, пока я был весёлый, со мной дружили. Только я перестал быть весёлым, сразу что-то изменилось. Вот. Да что-то некая такая условность общения с вами. Что общаться с вами можно только если вы весёлый. Это ошибка. Это ошибка, но это то, что вы о себе думаете, и, на мой взгляд, то, что вы реально о себе думаете. Дальше, после четвёртого и пятого были большие трудности в общении. Как с одноклассниками, так и с учителями. Из-за чего, откуда проблемы в общении и чего они вдруг появились, непонятно. Свидался с плохой компанией, попробовал коноплю, пиво, попробовал царовать что-то завод. Ну, это бунтарство. И таким образом надеялись, ну, получить для себя. И что-то очень многие люди, имея проблемы с семьей, связываются с плохой компанией. Там ещё хочется бунтовать, да, хочется как-то вот себе заявить, а легально это сделать не получается. Плюс у плохих компаний есть намёки на иерархию, вот. А иерархия это точно нужна, причём это такая, больше именно авторитарная иерархия. Вот, чем-то похожая на семью. Опять же хочу сказать, что справедливости ради, вы молодец, что-что вот не... Хоть выебишитесь, что скатывались на шо на дно, но я считаю, что вы большой молодец. Вот, что из этого вышли. Вышли сами, причём. Так, эм... Ну, про маму, про то, что она узнала. Я думаю, здесь у неё чувство вины некое было перед вами. Что и обусловило её поведение такое. Ну, не исключено, что вы просто считали, что... Возвратно о ваших каких-то увлечениях... То есть, не исключено, что это... Ну, в какой-то степени просто обесценивали. Вспомню, она часто... Что помните, часто обещался на сестру, на мать, на отца, на незнакомых людей. Один раз незнакомый мальчик мне отдал мой пистолет игрушечный. Я ушёл, потом заплакал. Мой друг, когда я ему рассказал, пообещал искать его и нахал. Ну, здесь вы понимаете, конечно, что вопрос, как у незнакомого мальчика оказался ваш пистолет. Вот. И, соответственно, про обиды я уже сказал. Да, пистолет, наверное, не буду. В то время и до окончания школы у меня было нежелание жить. Так как... Так как я не... Так... У меня было нежелание жить так, я не нравился самому себе. Наверное, так как. Я не нравился самому себе. Потому что я не мог постоять за себя. Хотя бы... Хотя бы... Ни хотя бы... Я бы не снялся трос, просто не знал, что делать. Именно в тот момент... Вместо этого... Разума я в своих ситуациях, я обижался. Ну, понимаете... Вам сказать, что... Вам не откуда взять... А... А... Такую модель поведения. Вот. Вас... Родители... Не могли вас этому научить. Вот. Отец, он... В общем-то... Не научил нас. Вот. Такому мучковому поведению. Это первое. А второе. Это... Требование. К себе. Четвертое. Это то, что... Вы забываете немного о том, что... Это... Когда... Например, вы... Ээээ... Связались с плохой компанией. Вы это все сделали, потому что хотели. Когда вы пробовали коноплю... Клей-клей... Вот. Когда пробовали что-то своровать. Вы всего этого хотели. Но... Это все было... Просто протестом. И... Ваше желание... Жить так, как вы хотите... Тоже, в какой-то степени, может быть протестом. Потому что... Если вы хотите жить, вы просто берете и живете. Вы делаете то, что можете. Если вы просто хотите, но ничего не делаете... Вероятно. 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 И... Речь идет... Про что-то другое. Так. В школе... После четвертого класса... Я помню, был в тревогах... Замятости... Нежелание жить... Счутал ничтенности себя. Ну, то, что родители... Родители вам... Инкриминировали. И то, с чем вы были согласны. Походу. Моеводцы зовут Саша. Меня тоже. В семье меня называли Саша Маленький. Не младший, а маленький. Суд, как бы, тоже, наверное, обесценивленный. Какой-то... Хотя, казалось бы... Еенька, это... Ласкательный суффикс. Сказал, что я был всегда... Знаю, справедливо. Просто справедливо так говорил. Кого обещали, я защищал, поддерживал. Поддерживал. Знаете, вот это вот... Поведение... Не... Способствующее... Развитию личной ответственности. Это героизм. Такой вот. Деструктивный героизм. Потому что бывают разные ситуации. Бывает, когда люди действительно не могут ничего... Сделать... Бывает, когда их... Совершенно незаконно. Там... Ну, как-то наносит вред. Но здесь... Здесь ситуация немного специфичная. Здесь вы... Просто... Я думаю, бессознательно защищая других. Вы пытались этих других к тебе привязать. Чтобы они давали вам ощущение... Важности, значимости своей. Вот. И вы не хотели бы, чтобы они сами могли себя защищать. Защищать. Вот. Потому что... Человек, который действительно за справедливость. Он, в первую очередь, за свою справедливость. Не за справедливость за других людей. Вот. Там, за справедливость у каждого своя. Ну, в рамках вот нашей всей истории это выглядит так. Само по себе это... Вот. Может иметь... Другие, конечно, корни. И другие. Может иметь... Значения. Мотивы. И прочее. Дальше. Был самым маленьким, но отважным. Здесь чувствуется некая такая, знаете... Надрывная дерзость, что ли. Типа, мне нечего терять. Потом одноклассники повырастали. Стали намного больше и сильнее меня. Я стал объектом их насмерщика. Я вот не понял, а почему не выросли вы? То есть... Вот... Это... Просто физиология или что? Но здесь уже... Вы демонстрируете, как вас надевают на смешки и как вы ориентируетесь на окружающих людей. С противоположным полом тоже всегда все было негладко. Я всегда ходил первый и заканчивал отношения тоже я. Ну, боялись, что вас бросит, боялись, что вас ответнут. Потому что не знал, как себя вести. Я был в себе, сам по себе, в любой ситуации терялся. По факту недоверие своим чувствам невозможно вести себя естественно. Вы об этом говорите. У меня, наверное, надоедала моя неуверенность. Я уходил и поэтому. Но опять, да, непринятие себя. Не мог получать удовольствие от отношений. Удовольствие человек получает не от отношений. Удовольствие человек получает от... Ммм... От... Делание другого счастливым. Вот так вот. Скажем. Я бы так сказал. Иногда меня переключают. Я просто потрясающе. Человек общительный. Отличный. Понимаю всех. Добрый и справедливый. Могу подозревать истиннее. Посоветовать безо всякого выкида. Я чувствую себя собой. Чувствую себя правильно. Ну, правильно это не значит. Чувствовать себя собой. Это значит чувствовать себя правильно. Я согласен. А с собой вряд ли. А мы с истиной как обычно где-то посредине. Вы же истину видите в исключительном позитиве для себя. Но исключительный позитив для вас это... Что-то довольно такое субъективное. Ну вот. Еще раз. Истина где-то посредине. И... Истина посредине. Вот. И... Чтобы понять дело. Вам, наверное, все-таки... Принцип принять себя и то, что у вас есть. А вместе с ним принять родителей. Обиды, этот взгляд, не позволяет. Дальше. Такой происходит период влюбленности в незнакомом обществе, где меня еще никто не знает. Ну, по факту эффект новизны вы описываете. То есть... Влюбленность это страсть, это... Наверное. Вот. Где вас никто не знает, это вот именно то, что никто не знает. То есть вы знаете, что люди не видят вас. И... Чувствуют себя свободным, когда именно вот... Ну, когда человек не чувствует вас. И еще пока. Как только появляется ощущение, что человек вас... Может узнать, и все. Вы тут же начинаете теряться. Потому что вы боитесь, что он увидит вас в том, что вы... Сами себе боитесь. Признать. Так. Я стараюсь не показывать, что я занят. Ну, то есть... Я общительный. Боюсь, что меня неправильно поймут. Пусть я неинтересный человек. Человек и скучный. Да. Вот здесь вот для принятия себя. Ориентир на других людей. А вот. Ну и страх. Страх отказа. Страх быть отверженным. Я не такой. Но это чувство постоянных переживаний усиливается и преобладается за мной. Ну, то, что вы не такой, это большой вопрос. То есть... Как бы... Какой вы? Не знает никто. Поэтому... 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 Это вопрос. Скоро времени опускаются руки. Я принимаю это чувство как должное. Это сейчас меня. Нет. Вы не принимаете это чувство как должное. Вы его обоставливаете. Но не принимаете его. Это разные вещи. То есть... В какие-то моменты приходит осознанность, что ты излишнее переживание. Я зря так переживал. На самом деле, я там себя прячу от себя и нужно просто мне расслабиться. Ну, то есть, такая, знаете... Объяснение, опять же... Происходит. Вот. То есть, в какой-то степени вы... Объяснение в себя... Да. Я вижу результат выхода из этого состояния. Вроде, очевидно же, чего делать не надо. Потом, где-то в какое-то время, она, наверное, не прообладает. То есть, вот видите, это вот... Объяснение чувства. Это не часть вас. Это именно объяснение его. Ну, вот комплекс. Вот комплекс, как он есть. По сути. Видя никчемность своего существования, я решил завести семью. Ну, здесь я буду с вами честен. Весьма опрометчивое решение. Потому что никчемность человека не делает его кчёмным в семьях. А вот семья наполняется, так сказать, никчёмностью. Причём, никчёмностью не реальной. Потому что реально вы ничего общего с никчёмностью не имеете. А никчёмностью надуманной. Но никчёмностью, эээ... Интроекцированной. Вот. То есть, вам интересировали, что вы никчёмные. А вы можете интервестировать свою никчёмность, там... Ну, своей семье. Семье, например. Вот. И опять же, вы говорите, решил завести семью. То есть, вы не сказали, что я там встретил девушку, там, полюбил её и так далее. Нет. Именно завести семью. То есть, опять же, здесь правильное что-то. Опять же, здесь вот что-то правильное. Как нужно. Как должно быть. И прочее. И, ради ребёнка, сохранение семьи с нелюбимой... Ну, сохранение союза с нелюбимой женщиной. Это то же самое. Это попытка, вот... Вести себя правильно, как раз таки. В обход своих чувств, своих эмоций. Своих желаний. Вот. Да? То есть, семья не даёт покой. Покой он внутри... Внутри... Человек. Так. Родилась тут, эээ... Состояние не оставило меня. Ну, всё логично. Я знаю, хочу... Я знаю, хочу, могу, например, не воспитывать детей. Но она не даёт мне это заточиться. Вы знаете, я вам скажу больше. У этого состояния есть вторичная выгода. Вы получаете какую-то вторичную выгоду от этого. Какую? Нужно... 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 Смотреть. Нужно разбираться. Это состояние моё мучение. Ну... Да. Тут вы описываете комплекс. Ком... Комплекс свой. Я так рад, когда его нет. Нет сейчас вас. В первую очередь я развёлся, но уже не из-за моего личного состояния. Прошли 6 лет, я её не любил. Хотя порой казалось, что любил. Ну... Как-то странно, да? Ах... Не помню, чтобы я с тебя разговаривал по ручкам за всё время. Возникает вопрос. Зачем тогда вы вообще с ней взаимодействовали, да? Не мой любимый человек. Я это понимал всегда, но думал, что она мне поможет. Ну вот это... Понимаете, да? То есть, как бы... Такая вот жертва... Здесь опять же, что вот... Не нужна помощь. Не нужна помощь. Коротко. Я пил, курил, коноплю. У меня была навязчивая мастурбация. Она усилилась. И что, к чему вы это отношение? Я предлагаю исключительно, чтобы не травмироваться его ребёнком. Опять же, здесь треугольник Карпана можете изучить его в интернете. Она никак не реагировала на то, что я скатывался на дно. Она должна была аргументироваться тем, что если бы она мне что-то рассказала, я бы разозлилась. А это правда? Вы бы правда разозлились? Вы просто это не комментируете. Когда я уже был решительным отношением к ней, что надо пойти по разному пути, я меня встретил ту, которую действительно люблю. Ту, которую я раньше знал. Вот тут я не очень понял, что вы пишите, но получается так, что вы здесь пишите, что когда вы были решительны по отношению к ней, что надо пойти разными путями, вы встретили другую женщину. А дальше вы пишите, что вы встретили другую женщину, когда были с ней. Это бывшая жена ещё. Так что тут вот как-то вот одно противоречит другому. Её зовут Саша, меня это никаким образом не смешают. А должно? Подоконно с ней по интернету, когда на вахте расстался, я расстался с твоей жены в первый раз, когда я окончательно решил расстаться. Она была уверенная, писала сама, я тоже хотел поменять жизнь и тоже влюбиться. Вот, хотеть поменять жизнь, это как? Хотеть влюбиться, это как? Я к тому, что вы здесь пытаетесь менять самооснование жизни. Вот. У вас это, конечно, не получается, потому что это работает всё-таки немножко не так, это работает немного по-другому. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Я был влюблён в её рассуждения, схожие с моими. Ну, то есть, по факту, я думаю, что вы её идеализировали. И идеализируете до сих пор, потому что вы влюблены именно в её рассуждения. То есть, типа, о! О! Так это не один я так думаю. О! Так и она так думает. Да? То есть, типа, о! Вот. По факту, это выглядит сейчас как в... Как... Возмещение своей нелюбви к себе через неё. Вот. Она образованный, умный человек, умеет понимать, с ней было легко разговаривать. Когда я приехал, факт и взрыв между нами возникло сразу же. Когда она уехала домой, моя бывшая явилась домой, ответила на звонок пока что. Звонила красаше, и бывшая её обматерила. Я узнал, потом извинился, попавил холодок, на этом прекратил. Ну, тут вот чувствуется некая ваша, конечно, безответственность, потому что вряд ли вы могли не знать, что жена я уже домой, вряд ли вы могли знать, что она не ответится на звонок. Так что тут как бы, что чувствуется некая, некая такая подсознательная система. Система. Вот. Бывше я помирился, здесь позвонался и монотонно. Ну, опять же, как вы помирились, да, не очень понятно. Вот. Когда вы говорите, что там влюбились в Сашу, у вас закрутилась страсть, если бывшая обматерила Сашу, то как вы могли помириться с ней, помириться с ней? А мне не хотелось ничего, я видел ни к чему нашего слова, ну, опять же, да, здесь повторение тех вещей, которые в вас вложили, да. То есть семья, дочь, это уже, это не важно, все равно вы ни к чему. Чем-то посещали социальные мысли. Бывшая жена первую неделю старалась казаться идеальной, а дальше понакапанной. Но она вас не ценила, как не ценили и не цените себя вы сами. Потом я помирился с Сашей, мы были просто друзьями, она мне не позволяла ничего лишнего, аргументировать тем, что либо она, либо я, разумная позиция. Я ей не врал, я откровенно говорю, что да, я с ней живу, она говорила, зачем ты с ней живешь, сейчас это не твое, тем более, если ты, если это ее, я говорил сам. Не очень понял смысл этой фразы, смысл этого предложения, но чувствуется, что и Саша, она тоже как-то вот, ну, учит вас, что ли, что ли, что ли. Ага, говорили заради ребенка, дочку свою я сильно люблю, ну, если бы любили, да, если бы любили чистой любовью, а не с примесами, то раздались бы, потому что для ребенка очень тяжело, когда родители живут, но ссорятся или между ними что-то не так, ну, опять же, странно, казалось бы, на своем опыте вам должно быть очевидно, но нет. Возможно здесь присутствуют иллюзии семьи, но нет, иллюзии семьи нет. В этом вы повторяете сценарий своих родителей. Вообще, мне кажется, вы больше не хотите идти к матери, вот, у вас такая больше материнская позиция, чем отцовская, вот, то есть вы больше на мать похожи, на поведение, как мне кажется. Вот, к матери мы были ближе, чем к отцу, и, соответственно, это чувствуется, потому что это мамина идея, что вот семью надо сохранять ради ребенка, и неважно как. То есть неважно, будет ли ребенку хорошо или нет. Потом мы перестали общаться, а в то время меня убедили, что я, может быть, я сам был убеден, что главное сохранить семью, жить не ради себя, ради ребенка, если моя счастье не имеет никакого значения. Ну, вас не убедили, вам просто указали на то, что вы всегда подозревали. Спустя три года Саша нашла меня в детях с просьбой помочь ей по ремонту, она знала, что я занимался отоплением. Я и я приехал, не отказал, да и хотелось ее видеть в силе. Ну, если бы хотелось увидеть в силе, я думаю, вы бы нашли ее сами. У нее за нами вновь проскачившая искра, она мне сказала, что видит меня как идеального мужа, и любой бы такого хотелось. Ну, кому любое из нее очень понятно, а то, что идеальный муж это, опять же, идеализация. Я приехал еще пораз к ней, приглашал ее после ремонта коктейль попить, ухаживал за ней, было так классно, хорошо, так весело. Я сказал же, нет, между нами все кончено. Она думала, что по родным местам мы с ней не разговариваем, это в порядке вещей и желаю свое удовольствие. Ну, опять же, это то, как вы себя воспринимаете, да? То есть, с вами не считается ваша исполненность. Да, и когда вы писали, что это было так классно, как-то классно, весело, счастье, да? Опять же, эффект новизны. Жена подумала, что я опять хочу уйти и вернусь спустя время. Ну, для себя ясно, усвоил, что такого больше не будет, если я против того, как я вчера начинал и представлял свою половинку такой. Ну, по факту этой идеализации, идеализируете вы вторую половинку, то есть сашего, по причине того, что вы видите в ней, вероятно, то, чего не хватает вам. И, как бы, это, конечно, здесь проблемы определенные есть. Вот. Я бы с Сашей и с вами поговорил бы. Дальше. Предложила с Сашей встречаться, она согласилась и отвертой ей сказал, что с бывшего же курса кончено, туда я в любом случае не вернусь. Ну, а дочь как идёт? Когда я первое время находился с Сашей, это состояние остыло, ну, состояние подавленности, замкнутых стен. А я чувствовал себя так утретяюще, я думаю, что любил с Сашей Геннадиной, настолько она мне подходит, такие вещи понимает. Ну, это, опять же, всё идёт на другого человека. Да? Не на себя, а на другого. Потом оно росло внутренне, в данном году чуть ниже среднего, чем обычно. Я могу это ещё как-то удерживать, приключаться на что-нибудь другое. Ну, правильно, потому что внутренней гармонии нет. Вот. А к всему внешнему мы привыкаем. Потом Саша уехал на пару дней по делам и это число меня проработило снова. Ну, это вот вы здесь демонстрируете такую вот жертвенность, какой-то степень. Я не мог сказать пару слов, не мог выразить свои эмоции, меня всё отвлекало от разговоров. Ну, это такое вот отвержение себя. Я знаю точно, что во мне есть вина, причём большая часть, за тем, что я сконцентрировал на своей замысленности, не могу выйти из потока мыслей, которые у меня в голове. Я не могу избавиться от тревоги, саму неуверенности в себе и своих силах. Ну, за всем этим нужно работать. Александр, за всем этим нужно работать. Это вот психотерапия, вот, потому что тут конфликты, очень много внутренних конфликтов у вас. Например, вы чувствуете, что у вас много вины за своё состояние, но ваше состояние это вы сами, значит, вы вините себя за то, что вы являетесь тем, кто вы есть, а значит, вы себя отрицаете. Если вы себя отрицаете, вы не можете полноценно взаимодействовать с окружающим миром. Всё здесь довольно просто, но это просто только на словах. Дальше. Я хочу быть радостным, быть собой. Это состояние я больше не хочу. Ну, видите, вы это состояние, как бы, обосабливаете, опять-вот. То есть вы это состояние исключили, это состояние необходимо прожить, с одной стороны. С другой стороны, почему вы решили, что вы настоящие и вы радостные, это одно и то. Не понял. Дальше. Я не всегда уже различаю его наличие во мне. Правда, мне кажется, что это часть моего характера. Это правда. Это правда. Но я повышаю психологию и понимаю, что это всё депрессивное состояние. И депрессивное состояние тоже правда, вот. Но какая-то часть этого ваша. Я повторю. Истина где-то посредине. Дальше. Я пришёл к выводу, что моя депрессия не приняла меня почти всю жизнь. Но если вы считаете, что у вас депрессия, вам нужно как вражу. Скажу вам честно, я себя короче, доброй, отзывчивый, дружелюбный, для себя компанией. Очень люблю её. Каково её? Компания. Это состояние не даёт мне покоя. Я думаю, что основная ваша проблема в том, что вы считаете это состояние чем-то чужеродным. Не могу реализовать себя. Это звучит как требование. Я должен. Я знаю, во мне сидит большой потенциал, откуда. Но оно не даёт мне заслуживаться ни на чём. Это позиция жертвы, которая обрадуется. Обрадуется. Если бы и был потенциал, вы бы не смогли ни о чём другом думать, кроме как его выразить. Я немного культурырую сейчас. Я не думал, что у меня получится в сети серьёзно что-то написать. Я создавил целую книгу. Вы написали про себя книгу? Сейчас у меня это чувство присутствует в третьем состоянии. Я вызвал, когда оно ослабнет, чтобы сконцентрироваться на бессимне. Это состояние. В нём я неуверенный, я абсолютно зимой человек. Наверное, неуверен в право ответа своих мыслей. Потому что правых мыслей не бывает. Так что да, вы правильно делаете, что неуверенны. Неуверен, если я говорю что-то как оно есть. И это тоже верно. Потому что для каждого человека то, как оно есть, своё. Любимые увлечения не приносят никакой радости. Но это действительно, вы действительно говорите про депрессивное состояние. Важно понимать, что оно из себя представляет. Любимые люди, кажется, пытаются сделать меня больно. Потому что вы не защищены, у вас присутствует тревожность. И плюс вас много задевает. Задевает то, что вы в себе не принимаете. Нахожу нужные ответы, когда уже совсем поздно. Ну, нужных ответов, я вам открою небольшой секрет, не существует. Все ответы находятся в вас. Не о чем говорить наедине с кем-то. Друзья, любимые, это меня сильно напрягает и сковывает. Чтобы о чем-то говорить, нужно, чтобы вы этим горели. Чтобы вы хотели этим делиться. А как можно чем-то делиться, если вы себя обесцениваете? Кажется, все знают, какое я ни к чем. Мне привыкли к этому увлечению. У меня ничего достойного. Но здесь вы говорите про своих родителей. Это очевидно. Именно так вас вот по факту воспринимали родителям. Как мне видится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я рекомендовал бы вам, конечно, психотерапию и медицинские обследования. Вот, психотерапию я бы провел вместе с вашей любимой женщиной. Вот так она, мне кажется, была бы лучше, по крайней мере, первая, первая, первая консультация. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...